Кодзиму не зря называют гением, но разве он может достать до этих небесных высот психоворона, кота зловреда и рыбки Боба? Жена мечтает, чтобы этот Близзард закрыли к чертовой матери. Ничего не могу с собой поделать. Она губит мою жизнь. И да с криков и руганий мы рубились и таскали эти монетки. Но на это написала кошка и бабушка выбросила. Жаль, я бы принес вам показать. Привет, меня зовут Денис Косяков. Сегодня я расскажу про 7 своих любимых игр. Хотя есть ощущение, что игр будет больше. Я родился так давно, что в моем самом-самом раннем детстве еще не было никаких компьютерных игр. Были только эти ужасные электроники черно-белые, но они для меня культовыми не стали. Но вот когда я поиграл в первую свою перерисованную от руки у кого-то монополию, я понял, что хочу играть в настольные игры. Монополия мне не понравилась совсем. Я продолжаю настаивать, что это самая переоцененная игра. Но в моем детстве была своя монополия, постсоветская Белая Ворона. Я думаю, она была у многих. И вот в нее я переиграл, помню, в детстве очень много. Все эти сезонные линьки, выполнение каких-то квестов. Все очень просто, примитивно, топорно. Сейчас в это играть невозможно ни в коем случае. Но тогда, в детстве, она, конечно, была системообразующей настолкой моей юности. Детство. Это все-таки было совсем детство. Тогда я понял, что все, настолки это мое. Я стал рисовать свои настолки. Из ватманов делал гигантские настольные игры, в которые вставлял все. Червяка Джима, Мортал Комбат. Это, кстати, тоже будет в списке моих игр. Но тогда я это все вырезал, наклеивал, рисовал. Но на это написала кошка и бабушка выбросила. Жаль. Я бы принес вам показать. Дэнди для меня не стала культовой приставкой. Вот когда вышла Сега, вот Сега, это уже все. Это мечта, это детство, это ностальгия. Я растворился в Сеге навсегда. Поэтому что осталось у меня от Дэнди? Какие воспоминания? Драки черепашек, боевые жабы, конечно же, и Зен Интергалактик Ниндзи. Но все это не шло ни в какое сравнение с Сегой и ее потрясающими играми. В первую очередь это, конечно же, ну вот что, какую из них поставить на пьедестал? Я даже не знаю. Наверное, все-таки... Давайте Червяк Джим. Начнем с Червяка Джима, потому что лучше бродилки я не представляю. Вот все, что может быть хорошим в бродилке, в этой прекрасной... в этом прекрасном 2D-платформере, все есть в Червяке Джиме. Прекрасные персонажи, потрясающие уровни, разнообразные механики. Там же были... Мы берем сразу две части, пусть это будет как одна большая. Там же каждый уровень был чем-то совершенно особенным. Здесь нужно было просто бегать и прыгать. Здесь нужно было стрелять по земле, чтобы она осыпалась, чтобы ты мог преодолевать препятствия. А здесь ты уже падаешь на лиане. А здесь ты уже в изометрической проекции летишь и толкаешь перед собой воздушный шар. А здесь ты ловишь щенков. А здесь ты сопровождаешь щенка. И они были максимально разные, максимально запоминающиеся, яркие. А уж какие там были прекрасные гэги с этими падающими коровами. Червяк Джим — самая недооцененная франшиза. Почему ее не продолжают до сих пор? Где новые части? Я не понимаю, планировали в этом году выпустить? Я знаю. Червяк Джим 4. Ждем, но там какая-то сложная история с новой приставкой, специально под Червяка Джима. Я куплю, конечно, если выйдет. Потому что лучше Червяка Джима я даже не знаю, что представить. Рэймон вплотную приблизился по красочным уровням, по веселому персонажу, но разве он может достать до этих небесных высот психоворона, кота зловреда и рыбки Боба? Был неплохой мультсериал по Червяку Джиму, кстати говоря, который был максимально загублен чудовищной постсоветской озвучкой. Хуже озвучки, чем в Червяке Джиме, я не могу себе представить. Но мы же не об этом. Мы про игру. Игра великолепная до сих пор. Мой сын, у которого есть все возможные приставки сейчас, доступ к миллиону самых современных игр, он играет в Червяка Джима. Даже не играет, он смотрит на ютюбе прохождение Червяка Джима. Вот это с 16-битной графикой. Потому что графика не главная, потому что главное это персонажи, главное это механика, а это все в Червяке Джиме было на высшем уровне. Для любимых игр нужна хорошая игровая система. Мощная, производительная, чтобы могла тянуть не только классику, но и современные блокбастеры. Такая, например, как ноутбук HP Omen 15. Знакомьтесь, стильный компактный ноутбук весом меньше 2,5 килограммов и толщиной менее 2,5 сантиметров. Внутри у него процессор Intel 10-го поколения, старший в своей линейке, с предельной тактовой частотой 5 ГГц. В напарнике ему выбрали видеокарту GeForce RTX 30-й серии для ноутбуков. Можете не сомневаться, этот дуэт позволит запускать игры в максимальном качестве, причем без проблем с перегревом, благодаря фирменной технологии охлаждения Tempest. 15-дюймовый экран у HP Omen работает на основе скоростной матрицы IPS и выдает картинку в разрешении Full HD. Частота обновления 144 Гц. А еще у ноутбука имеется добротная звуковая система от датской фирмы Bank & Olufsen. Ноутбук HP Omen 15 — это настоящая игровая классика, и она уже ждет вас по ссылке в описании. И, конечно же, Mortal Kombat 3. Sega, что такое Sega? Sega — это Mortal Kombat 3, в котором были учтены все ошибки первых двух частей, в котором не было недочетов ультимейта. Туда, казалось бы, запихнули всех персонажей, но, по сути, это была урезанная версия без голосовых сообщений, кто победил, и с разноцветными одинаковыми фигурками Нидзи. Это очень раздражало. Но вот Mortal Kombat 3, ой, я переиграл в него столько партий. На черно-белом телевизоре, как сейчас помню, у бабушки. Шива, кабал с его этими роликами, непонятными кочергами. Сложно представить себе игру, которая впечатлила меня больше. Понятно, что на Sega были еще и Contra Hard Corps, и WrestleMania — лучший файтинг для Sega. Но Mortal Kombat 3 — это, конечно, культовая вещь, потому что все эти персонажи, все их фаталити, все их суперприемы до сих пор вот здесь. Вперед-вперед ценно всегда со мной. Любимый персонаж Mortal Kombat — о-о-о-о-о. Почему-то в детстве я считал, что именно кабал мой любимый персонаж. Не знаю почему. Мы до сих пор о нем ничего не знаем. У меня нет никакой истории. Просто чувак на роликах и в маске. Но тогда он мне очень нравился. Но в третьей части, конечно, был прекрасный переодетый Саб-Зиро, впервые без маски. Был крутой Шан Сунг с этой его стойкой необычной. А кто был моим любимым персонажем? Да у всех, наверное, Саб-Зиро. Все равно он крутой, с этими его ледяными двойниками и ледяной лужей. Эх. И у него самая, конечно, обширная история, наверное, Саб-Зиро. Хотя Джакс с его железными руками тоже впечатлял. После Sega была PlayStation. Тоже, конечно, культ. Сул Кэлибур, который я открыл для себя, который закрыл для меня навсегда Mortal Kombat, потому что лучше файтинга тем, чем Сул Кэлибур, по-моему, не существует. Какой там Текен? Но речь не о нем. На PlayStation все-таки главная игра для меня — это Metal Gear Solid. Это сейчас все игры — это маленькие фильмы. Все эти Last of Us, Call of Duty и так далее. А тогда я и представить себе не мог, что игра может быть полноценным художественным фильмом. И Metal Gear с этим прекрасным стелс-режимом, с этими потрясающими персонажами. С этой историей я не знал английский толком. И я процентов 70 не понимал, о чем они говорят, и додумывал для себя историю. И все равно эта история была крутая. Потом, когда я уже почитал историю Metal Gear, я понял, что я в детстве себе представлял это интереснее, чем на самом деле. Но на тот момент... А уж взаимодействие с игроком — это же абсолютно новый игровой опыт. Когда ты сражаешься с психомантисом, и один из способов его победить — это поменять джойстик из одного гнезда в другой, чтобы он не мог читать твои мысли. Ну, это я считал гениальным. А в третьей части... Это, правда, уже было на второй, Соньке. Этот снайпер прекрасный, который засыпал до вегетативного состояния, его нельзя было увидеть в тепловизоры. И чтобы его победить, достаточно было просто не играть две недели, и он умирал от старости. По-моему, это просто гениально. Кодзиму не зря называют гением. В общем, Metal Gear — это вот игра, которая перевернула мое сознание, которая показала мне, что игра может быть чем-то большим, чем-то просто прыжком по летающим платформам. Metal Gear — это шедевр. Спустя довольно большой перерыв, после вот «Белой вороны», «Очереди» и других настолок примитивных, тех еще из 90-х, у меня появился «Шакал», и это было реборным перерождением моего интереса к настолкам. Я сыграл в него со своей будущей на тот момент еще не женой столько партий. Я помню, мы его взяли с собой на Бали, поехали туда с друзьями, полетели, и там каждый вечер стабильно после ужина мы садились, и по несколько партий до скриков и руганий мы рубились и таскали эти монетки. Опять же, сейчас я уже так от него устал, что не представляю себе ситуации, в которой я бы сел играть в «Шакала», но тогда это тоже было для меня переворотом. Настольная игра без кубиков, без денег, что-то совсем другое, новая механика с переворачивающимися картинками, каждый раз новое поле, ничего себе, думал я, вот это идеальная игра, я же сделал свою настольную игру, «Мстители», и, конечно, если в нее поиграть и поиграть в «Шакала», можно понять, откуда растут ноги. Мне казалось, я там учел многие ошибки «Шакала», мне показалось, она чуть более додуманная, но, конечно, вдохновлялся я именно «Шакалом». «Мстители» тоже одна из игр, которые оказали на меня влияние, потому что, собственно, это была моя мечта с детства, сделать свою настольную игру, и я ее сделал. Если покупать «Шакала» сейчас, то, конечно, нужно покупать «Шакала Архипелаг», там тоже учли много минусов, много недостатков, много исправили, и играть в него стало веселее. Но игра, которая по-настоящему сплотила нашу семью и наших друзей, это «Билет на поезд», именно Европа. Билет на поезд — это то, во что, да что там далеко ходить, вот это лето, вот буквально сейчас мы стабильно каждый вечер играли в «Билет на поезд». Ровно до тех пор, пока у нас не появился «Остров кошек», и тут сыграло роль то, что это что-то новенькое, и мы пересели на него. Но партий сыграно в «Билет на поезд» Европы невероятное количество. Карты уже неприятно держать в руках, настолько они засаленные, вонючие и противные, но мы все равно играем, все эти маршруты знаем наизусть. Понятно, что все дополнения, у меня полная коллекция тикет-урайдов, кроме разве что Менкин, Меркин, издание было ограниченное, его я не достал. Все остальные у меня есть, и все, честно говоря, чушь собачья. Только «Билет на поезд» Европы. Понятно, что они тоже хороши, но по сравнению с Европой они сильно проигрывают. Там не нужно нагромождение механик каких-то. Или наоборот, самый первый тикет-урайд в США, он слишком простой. А вот именно в Европе, именно с дополнением, есть все, что нужно. Огромное количество маршрутов, вокзалы и ничего лишнего. Идеальная игра для семьи, в которую за пять минут можно научиться играть, а уж как потом какие стратегии разрабатывать, ты решаешь для себя. И я бы сейчас даже с удовольствием сыграл и еще сыграю и не раз в «Билет на поезд». Если кому-то нужна настолка для того, чтобы войти в мир настольных игр, то «Билет на поезд» — это идеальная для этого вещь. Простота в освоении, интересный и глубокий, и достаточно игровой процесс. А главное, чего не хватает многим настолкам, особенности евро-играм, это прямое столкновение. Потому что люди всегда конфликтуют. Кто-то берет твою карту, кто-то прокладывает маршрут именно там, где ты хотел. Как же много моя жена ругалась, да и я тоже. Столько было криков в эту партию. А в этом и прелесть настольных игр. В конфликтных ситуациях, в противостоянии. Поэтому я не понимаю кооперативные игры. В чем прикол проходить вместе, когда нет никакого соревновательного элемента. Нет, это не для нас. Обязательно столкновение. И «Билет на поезд» — это именно то сочетание и евромеханик, и столкновение, которое нужно. Главная игра на данный момент, игра, в которую я играю уже, если не ошибаюсь, 6 лет. Вот как она появилась на iPad — все. У меня есть PlayStation, Xbox, PlayStation Vita. У меня стоили 200 игр скачано на iPad. И они все классные. Во все хочется играть. Я до сих пор не прошел Last of Us и Uncharted 4. Казалось бы, все потому, что любую свою свободную минуту я трачу на эту игру. Если есть свободные 15 минут, если я сажусь где-то обедать, или перед сном, я в планшете или в телефоне, стою в пробке, я кладу телефон и кидаю картишки. Ничего не могу с собой поделать. Она губит мою жизнь. Моя жена ненавидит эту игру. Я трачу все свое время на эту игру. Я покупаю все дополнения. Вместо того, чтобы работать и писать, и что-то придумывать, продвигать YouTube-канал или писать сериалы, нет, у меня все время уходит на этот чертов Хардстоун. Жена мечтает, чтобы этот Blizzard закрыли к чертовой матери, но этого не случится. Но я ничего не могу с собой поделать. Хардстоун — это все. Я сам хочу поиграть во что-то другое. Я хочу пройти какую-нибудь интересную игру, которая стала игрой года. В того же Человека-паука поиграть или Last of Us пройти. Нет, нет. Все время занято Хардстоуном. И при этом, черт побери, что самое обидное, я до сих пор ни разу не брал легенду. Я столько времени трачу на эту игру, и я до сих пор играю как отстой. Любимый герой в Хардстоун? Ну, начинал я с мага, и, наверное, Джайна остается моим любимым персонажем. Как ни странно, первую тысячу побед я одержал на паладине, потому что там была какая-то колода, на которой я начал легко и впервые быстро побеждать. Но Джайна с ее идеальной обилкой, в том числе идеальной обилкой для Арены, наверное, все-таки она остается любимым персонажем. При этом я ни разу не играл в Warcraft 3. Я вообще далек от этого лора. Я не знаю, что там, кто к чему, но Хардстоун поглотил меня. С вами был Денис Косяков и его любимые видео и настольные игры. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok